МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас приветствует информационная служба телекомпании Ирбис. В эфире новости я, Владимир Чубенко. Главные события, факты, комментарии. Сегодня выпуски. До слез. О проблемах высказались мамы детей-инвалидов депутатом Мажелиса парламента. У меня ребенок инвалид. У нас идет гормональный сбой. Врачи не знают ничего. Никакое содействие не оказывают. Зерновая сделка. Налоговики выявили мошенническую схему. Учеб государства по данной схеме составил 71 миллион тенге. Немноговато. 89 миллионов тенге хотят потратить на лавочки и урны на набережной. Данные малой архитектурной формы будут изготовлены из композитного мраморного камня. От вашего к нашему. Книги подарили сотрудники библиотеки для незрячих осужденным в ответ на презент. Депутаты Мажелиса парламента страны встретились с мамами, воспитывающими детей-инвалидов. На этот раз не онлайн. Вопросов к народным избранникам было немало. С последней надеждой к ним обратилась Айнаш Шалгумбаева. Подробнее в первом сюжете. Айнаш Шалгумбаева не может сдержать слез. С трех лет ее дочка начала быстро набирать вес. Сегодня девочке девять, и она перестала самостоятельно ходить. Мои вопросы даже не решаются. У меня ребенок инвалид. У нас идет, получается, гормональный сбой. Врачи не знают ничего. Никакое содействие не оказывают. До сих пор врачи не могут определить диагноз ребенка. Депутаты пообещали помочь. Был создан консилиум по поручению Акима области. Но были проведены ряд обследований. Но, наверное, они были недостаточны, раз диагноза до сих пор нет у ребенка. Поэтому я думаю, что этот вопрос необходимо уже решать и на республиканском уровне. К слову, на сегодняшний день в стране активно поднимают вопросы, касающиеся повышения качества жизни людей с ограниченными возможностями. Подобные встречи будут продолжены. Азамат Айтхалин, Дмитрий Моисеенко, телекомпания «Ирбис». Число вызовов скорой помощи сократилось практически вдвое в Павлодарской области. Эпидситуация в регионе улучшается с каждым днем. Конкретных объяснений, почему так происходит, у медиков нет. Но они продолжают призывать соблюдать меры индивидуальной защиты. Особенно это касается людей старшего возраста. В реанимациях инфекционных стационаров Павлодарской области на сегодня 14 пациентов. 8 из них подключены к аппарату ИВЛ. Случаев, когда люди в тяжелом состоянии лежат по несколько месяцев, нет. Медики говорят, многие идут на поправку, либо, к сожалению, уже летальный исход. Но вот наличие такого количества человек и показывает, что коронавирус по-прежнему опасен. До пандемии ежегодно максимально в реанимацию попадало до 10 человек. Хотелось бы сказать, что данный период заболевания, он не такой же и безобидный. Почему мы говорим, что пока еще рано отказаться от масок и соблюдения социальных дистанций. Вот если вы помните, я буквально неделю назад обошелся нашей реанимацией области. И в реанимации находятся люди и поступают в стационары. Их более сейчас 600 пациентов. Это люди более старшего возраста, имеющие коморбидный фонд. Опасаться инфекции стоит в первую очередь тем, у кого есть сопутствующие заболевания. Молодые и дети тоже подвержены. Но вот летальность в их случае в разы ниже. Кстати, темпы вакцинации также остаются низкими. Впрочем, их похвастаться большим количеством препаратов у нас не могут. Арсен Климат, Сирикон Акбаев, телекомпания Ирбис. Молодая жительница многоэтажки по улице Катаева выбросила мусор с балкона. Такое поведение возмутило соседку. Она сделала замечание, но реакции не последовало. В итоге женщина обратилась в полицию. Эта новость, опубликованная на странице в инстаграм ирбис.тв, вызвала серьезный резонанс в социальных сетях. Какие темы сегодня обсуждали вы и ваши соседи в мессенджерах и чатах, давайте узнаем. Спонсор рубрики новостей из соцсетей магазин Биосад. Мы с растениями на ты. И такое бывает в нашем веселом городке. Девушка просто не захотела в мороз выходить на улицу. Вот это поворот! Она так и сказала полицейским. Но вместо того, чтобы пустить слезу и пожалеть несчастную, стражи порядка влепили ей штраф. За такое даже статья предусмотрена. Это грустно или весело? Это? Это печально. А вот мнение по ситуации наших подписчиков. То есть вас, дорогие зрители. А в магазин за пивком выходить не бояться мороза, наверное. Культура у нее так и прет. Интеллект явно отсутствует. Бодляки, культуры ноль. Тоже есть один из соседнего дома. Поймать не можем никак. Выносит пакеты с мусором и ставит под подъезды другим. Или на дороге бросает. Инстаграм ирбис.тв Это кладезь полезной информации. Еще одна новость, вызовшая резонанс. Пост о бедных детях из Аксу. Они ночью не могут уснуть. В слезах просят только об одном. Чтобы весна не наступала. Иначе единственная в городе хоккейная площадка утечет. А у ребят на носу важные игры чемпионата Казахстана. Надеемся на разрешение данной проблемы. Ребята, держитесь. Печально, конечно. Такие талантливые мальчишки всегда занимают призовые места. Поэтому на Олимпиаде ни одной медали не получает Казахстан. А это выражительная Анастасия Кулик. Девушка известна в городе как мастер жонглирования. Сейчас ее уровень стал настолько серьезный, что она выполняет сложнейшие трюки, стоя на коньках. Такой подход вызывает восхищение. Спонсор рубрики новостей из соцсетей магазин Биосад. Мы с растениями на ты. Дачный мини-маркет Биосад распахнул свои двери для любителей зеленого мира. Теперь добраться до нас стало еще доступнее. Новый адрес улица Катаева 36-1. Здесь можно приобрести семена различных видов и сортов. Биопрепараты, средства защиты растений, проращиватели, биогрунт, удобрения и комплектующие для обустройства здорового цветущего сада. В мини-маркете действует система самообслуживания, которая позволяет досконально изучить товар. А грамотные консультанты помогут сделать правильный выбор. Кроме того, Биосад предоставляет бонус – дисконтные карты, чтобы покупки были не только приятными, но и выгодными. Пусть растения будут здоровыми, а урожай – богатый. Ваш мини-маркет – Биосад. Мошенники наказаны. Департаментом государственных доходов по Павлодарской области пресечена незаконная схема уклонения от уплаты налогов. В сговор вступили сельхозпроизводители и крупные экспортеры пшеницы. Артем Буланов узнал, как предприниматели пытались дурачить представителей закона. Схема заключалась в том, что в одном из крестьянских хозяйств Павлодарской области выписывали фиктивные документы на поставку пшеницы без фактической отгрузки индивидуальным предпринимателям. А те уже, в свою очередь, искусственно завышали расходы. Сделано это было для того, чтобы бизнесмены скрывали реальные суммы перед налоговой. В ходе проводимой работы по данной схеме департаментом судей первой инстанции было признано недействительной сделкой на общую сумму 506 миллионов тенге с 11 покупателями. Учеб государства по данной схеме составило 71 миллион тенге по данным сделкам. Преступную схему выявили благодаря простым математическим подсчетам. Ведь сельхозпроизводители значительно завышали объемы выращиваемой пшеницы в 10 раз. Такие манипуляции с налоговой отчетностью приводят к значительным потерям для бюджета Павлодарской области, говорят представители закона. Артем Буланов, Дмитрий Моисеенко, телекомпания «Ирбис». Ну а далее экономический блок дежурная на этой неделе Александра Петрова. У нее самая актуальная информация. Саш, здравствуй. Скажи, пожалуйста, ты с умом тратишь деньги или можешь совершить необдуманную покупку? Здравствуй, Владимир. Деньги я привыкла тратить, исходя из доходов. А вот сколько человек в стране зарабатывают больше 500 тысяч тенге? Этим вопросом задались наши коллеги из Тенгриньюз. В Бюро национальной статистики сообщили, такую зарплату получают 5,4% наемных работников, то есть 159 тысяч человек. У почти 3 миллионов казахстанцев средняя заработная плата. Жалование 187 тысяч жителей от 45 до 60 тысяч в тенге. Доход менее 45 тысяч имеют 35 тысяч наших соотечественников. По данным третьего квартала 2021 года, миллион 5447 человек в стране живут за чертой бедности. Самый важный вклад в свое здоровье. Чтобы восстановить зрение, повладарцам больше не нужно выезжать за пределы региона и нести лишние расходы. В клинике «Остановижен» на Бектурово-103 оказывают весь спектр диагностических и хирургических услуг в сфере офтальмологии. Для приезжих есть комфортный круглосуточный стационар. Это первая и единственная в Павлодарской области больница, в которой проводят лазерную коррекцию зрения и операции по замене помутневшего хрусталика на интроокулярные линзы высокого качества от европейских производителей. А также оперируют патологии сетчатки, включая отслоение. И завершаю обзор курсом валют. С утра в обменниках доллар продавали по 429 тенге, евро по 488 рубль стоит 5,72 тенге. Владимир. Сейчас реклама, а вот что после нее. По набережной с комфортом новые скамейки и урны могут обойтись в 89 миллионов тенге. Нашествие хвостатых в мобильном приложении. Крысы атаковали подъезд одной из паладарских многоэтажек. А еще специальный информационный блог. Скоро продолжим. Скоро, совсем скоро, 8 марта. Не знаешь, чем удивить? Телеканал Ирбис поможет. Стань звездой эфира в этот день. Приглашаем всех желающих разместить поздравления с 8 марта в эфире Ирбис ТВ. Для вас открыта рубрика «Мартовский бум». Танцуем, поем, читаем стихи и дарим позитив для самых любимых и нежных. Успей разместить поздравления и сделать этот день особенным. Вместе с Ирбис ТВ. 89 миллионов тенге планируют потратить чиновники на установку новых скамеек и урн на набережной Павлодара. К слову, сделаны они будут из мрамора. В Акимате рассказали, что этот материал выбран неспроста. Подробности у Ильяса Рамазанова. Деревянные скамейки и урны на набережной в этом году заменят на новые – мраморные. Жители к таким переменам отнеслись скептически. Особенно, когда услышали сумму, которую планируют потратить в Акимате – 89 миллионов 227 тысяч тенге. Вот такие простые, легкие, ажурные. Зачем вот эти монутоментальные? Вообще деньги, во-первых, тратят. И, во-первых, вот эта громоздка, она не современная. Я думаю, нет. Во-первых, мраморные, они холодные зимой будут. Эти вполне нормальные лампочки и лавочки. Очень удобные деревянные лавочки. Смысл столько денег тратить на мраморные, тем более. Я считаю, что это нецелесообразно. Лучше пусть остается вот так. А вот в Акимате считают, что скамейки из мрамора будут прочнее нынешних. К тому же каменное покрытие вандалам будет не так легко сломать, говорят чиновники. В 2022 году на набережной города Павлодара планируется установка новых 225 скамеек и 128 уровней. Данные малые архитектурные формы будут изготовлены из композитного мраморного камня, который является морозостойким и хорошо противостоит климатическим атмосферным воздействиям, характерным для нашего климата. Еще один плюс лавочек из такого материала, говорят чиновники, их не нужно красить. Таким образом, планируют сократить расходы из бюджета на содержание. Сейчас проводят тендер по выбору подрядчика. Ильяс Рамазанов, Александр Колесников, телекомпания «Ирбис». Доносить пакеты до мусорных контейнеров, а не оставлять их возле подъездов, призывают повладарцы. Конкретный пример сегодня в мобильном приложении. Давайте смотреть очередную подборку. Вот какой-то недоносик, мусорку выкинул, Мира-21. Третий подъезд. Что люди за свиньи, вообще непонятно. Камеры надо ставить. Это адрес набережная 3, пятый подъезд. Люди жалуются на нашествие крыс. Хвостатые чувствуют себя вольготно и не боятся передвигаться группами. По словам жильцов, им отказывают в организации места под мусорные контейнеры. 8.20 утра. Развозки негде даже стать. Не чистят. Вчера по «Ирбису» передали, что лавочки нечищенные. Уже чищенные. Вчера показали, сегодня уже почистили. По Лермонтово. За звание самого умного борются ученики 9-11 классов. В Павлодаре проходит городской этап предметной олимпиады. И это первое интеллектуальное соревнование в очном формате с начала пандемии. Какие еще новшества произошли, расскажет наш корреспондент. Один на один с компьютером. Новый формат олимпиады. Соревнуются 714 учеников из 41 школы Павлодара. Лицом к лицу участники встретились впервые за два года. Из-за пандемии коронавируса интеллектуальные состязания проводились онлайн. Сейчас вернулись в кабинеты, но с небольшими изменениями. Для учеников это, я не знаю, удобно тем, что все проводится на платформе ОКУЛАК на компьютере. То есть дети на специальном бланке пишут свои ответы, но задание оно на компьютере. Это вот первый год. Я готовился к этой олимпиаде с Нового года. Меня подготавливал мой учитель в математике, а также классный руководитель. До этого я участвовал только в школьной олимпиаде. В принципе, задания были среднего уровня сложности. Победители этого этапа олимпиады примут участие в областном. Он состоится в конце февраля-начале марта. По его итогам, лучшие павлодарские школьники блеснут знаниями на уровне республики. Александра Петрова, Максим Носков, телекомпания «Ирбис». В библиотеке для незрячих и слабовидящих поделились книгами с заключенными. Это ответ на подарки осужденных. Напомню, для посетителей специального читального зала изготовили объемную карту Казахстана и уменьшенные копии достопримечательностей города. Подробности у Азамата Эдхалина. Эти шахматы были изготовлены заключенными специально для незрячих и слабовидящих посетителей библиотеки. Со своей стороны здесь тоже решили порадовать осужденных. Обмениваться подарками давно стало доброй традицией. Уже второй год к ряду. Мы передаем в фонд библиотеки Дуиса АП-162-4 книги, которые к нам приносят читатели. Те читатели, неравнодушные наши читатели, которые, убравшись дома, решают выбросить книги, но не просто на улицу или сжечь в печке. Они приносят в библиотеку. И это огромная работа, огромная польза для нас. Мы эти книги передаем. Книги разные. От классики до современных детективов. Сегодня передали десятки фолиантов. Предпочитают книги научная литература и классика. Также фонд библиотеки пополняется ежегодно. Книги нам передают граждане и библиотеки города. Сотрудничество будет продолжено, отметили как сотрудники библиотеки, так и представители правоохранительных органов. Азамат Айтхалин, Сирик Кунагбаев, телекомпания «Ирбис». Артем Буланов, ведущий спортивных новостей, присоединился к нам в студии. Приветствую тебя. Ты, наверное, как и вся страна, с горечью следишь за выступлением наших спортсменов на Олимпиаде, да? Да, уже ничего позитивного там не происходит. К сожалению, Ольга Тихонова завершила выступление на этапе 1-4, ее дисквалифицировали. А через мгновение узнаем о победе баскетбольного РТШ на паркете соперника. Праздник большого спорта уже здесь. На Олимпийских играх в Пекине нет сборной Казахстана по хоккею. Но это не повод забыть лучшие матчи нашей команды. Ретро-выпуск главного блога о хоккее Казахстана, головой об лед, полный шикарных воспоминаний и ностальгических чувств, ждет вас. Павлодарские мастера стрельбы из лука за короткое время примут участие сразу в двух масштабных соревнованиях. Оба отборочны и есть отличные шансы пробиться в Олимпийскую сборную. Какие испытания ждут Робин Гудов, узнаем прямо сейчас. Словно «Феникс» эта команда каждый раз возрождается из пепла. У них минимум качественного инвентаря. Постоянно тренируются в подвальном полумраке. Но каждый раз добиваются больших побед. Тренер – залог успеха. Простых школьников Татьяна Пак доводит до уровня сборной Казахстана. Именно эта молодежь постарается сотворить сенсацию в Туркестане, где уже скоро определяются чемпионы Казахстана. А вот Александр Медведев готовится по индивидуальной программе. «Чемпионат мира в Дубае среди пара спортсменов. Вот он поедет сейчас на сборы в Чимкент и будет готовиться к чемпионату мира. И съездил он для опыта, поучаствовал в чемпионате России тоже среди спортсменов с пода. Занял там 10 место». От итогов первенства мира в Дубае многое зависит для Александра Медведева. Чемпионат станет серьезной проверкой перед очередным забегом за олимпийской лицензией. Подопечные тренера Жулдыз Байдусенова одержали победу над Джамбульской областью. Баскетболисты РТШ завершили встречу со счетом 118-89 в свою пользу. Настоящим героем встречи стал защитник Павлодарца Вадим Багров. У него 28 очков результативности. Этот не самый габаритный игрок Павлодарцев, но технически оснащенный. Также в числе лучших снайперов клуба Амирали Сулейменов, Шахназар Жандарбек и Мирамбек Шамуратов. Тем временем продолжаются матчи группового этапа зимнего чемпионата по футболу. Две команды ФЦ уже завершили матчи группового этапа и уехали на юг. Воспитанникам центра предстоит выступление в республиканских турнирах «Жастар» и «Арман». Стоит сказать, обе дружины отправились с хорошей игровой практикой. Дома они провели встречи против довольно опытных соперников. Получалось не все, но были и победные поединки. Поле, конечно, дает свои условия. Конечно, мяч отскакивает в разные стороны. Непредсказуемость мяча, поэтому здесь даже, я вам скажу, как нападающий, что здесь в обороне легче играть, чем впереди. Потому что нападающему надо создать что-то, обыграть, а снег и то, что скользко, оно позволяет больше защитнику отобрать мяч, чем нападающему обыграть. Команда «Желдыс-2004» в своей подгруппе делит первое место с медиками. Правда, с игрой в запасе и скулапы могут вырваться в лидеры. Регламент нынешнего чемпионата города изменили. Победители сразу проведут стыковые матчи. В соседней подгруппе лучший результат у алюминщика. В отчетном туре они нанесли поражение в ФЦ «Желдыс-2005». Дружина Алим также метит фавориты. Они были сильнее воспитанников спортшколы «Иртыш». В Павлодаре назвали победителей чемпионата по муай-тай. На ринге выясняли отношения спортсмены от 8 лет и старше. Почему этот национальный вид спорта Таиланда называют поединком восьмируких бойцов, узнаем в следующем сюжете. Дело в том, что во время поединка спортсмены наносят удары всеми конечностями – руками, локтями, коленями и ногами. Именно поэтому древние монахи в Таиланде называли бойцов восьмирукими. И даже считали, что мастера обладают нечеловеческой силой, способной сразить злых духов. Титулованный файтер Давид Панаян в мифы не верит. Говорит, надо упорно тренироваться. В таких турнирах очень важно показать технику, выносливость. Я переживаю, когда они бьются, чтобы они победили. В календаре международных официальных шесть стартов у нас. Тут есть и чемпионаты мира, есть турнический чемпионат мира, азиатские игры в закрытых помещениях. Чемпионат мира у нас в этом году будет и Кубок мира. За время поединка спортсмен должен не только превзойти своего соперника по количеству ударов, но и быть расчетливым. Ведь всего один пропущенный в ответ может поставить точку. Чемпионы турнира теперь попробуют свои силы в первенстве Казахстана. Для представительниц художественной гимнастики продолжается этап республиканских стартов. Вслед за старшим составом в Шымкент отправляется команда младшей возрастной группы. На пьедестал первого в сезоне турнира по владарке поднимались два, дважды обе медали бронзовые, но для наших сеньорок и юниорок они равноценны золотым. К чемпионату Казахстана, в отличие от главных соперниц, гимнасток Нурсултана и Шымкента, они готовились почти в экстремальных условиях. В целом результат неплохой, учитывая, что перед тем, как уезжать на соревнования, у нас из-за различных ситуаций мы не тренировались нормально. То есть вышли, грубо говоря, за полторы недели и тренировались. Поэтому сложно что-то требовать от детей, но тем не менее, конечно, хотели, чтобы дети показали все возможное. Успеха поводарские гимнастки добились в турнире среди групповых составов. Этот вид сейчас один из конкурентных, особенно среди юниорок. В этой возрастной категории на чемпионате боролись 16 команд. Три из них представляли нашу область. Бронзу завоевали самые младшие играться Ю-13. Команда, которая зашла последней в эту возрастную группу, то есть они младшие. И учитывая, что это новый состав команды, учитывая, что это два новых упражнения и один новый вид, который пришел в этом году, то они молодцы. Они собрались, они отработали. Не все получилось у других команд. Но тем не менее, каждая из команд, которые вот три у нас выезжали в этой возрастной категории, они и одна, и другая попали в финалы. В финальном этапе чемпионата страны лучший результат Павлодара как в групповом, так и личном турнирах – четвертое место. Впереди большая работа над ошибками. Нужно исправлять и доводить до совершенства каждое упражнение, подытожили наши наставники. Это были новости спорта, но мы еще не прощаемся. Сразу далее специальный информационный блок. Дождитесь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Вот таким был сегодняшний день. Для вас работали Владимир Чубенко и Артем Буланов. Увидимся в ближайшем выпуске новостей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова